Продолжение следует... ...были утверждены Министерством культуры, правительством Российской Федерации для музеев в 2020 году. Ну и, конечно, главное событие этого года – это утверждение 5 ноября 2020 года Минюстом России единых правил организации комплектования, учета и хранения, использования музейных предметов и музейных коллекций. Это исторический документ. Все сотрудники музеев, музейные сообщества и особенно сотрудники фондовых отделов ожидали целых 35 лет. Этот документ пришел на смену всем нам известной инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденных еще в 1985 году. Конечно, мы все рады этому событию. Мы сейчас будем изучать этот важный документ. Он, конечно, очень большой. В нем 54 части, 190 страниц и 9 приложений. Все мы, конечно, помним, что в 2009 году тоже были приняты единые правила по учету и хранения в декабре 2009 года, но они не были утверждены Минюстом и были отменены в марте 2010 года. И все-таки мы их тоже изучали. И, конечно, интересно мне было сравнить эти единые правила 2009 года и 2020 года. Ну, честно говоря, они очень сильно отличаются друг от друга, потому что в единых правилах 2020 года совершенно нет должностных инструкций, попечни должностных лиц, которые работают и занимаются музеями, деятельностью музеев России. Нет должностной инструкции главного хранителя, ответственных хранителей, фондов. Также нет такого огромного количества приложений, которые были в инструкции 2009 года. Там было 68 очень хороших приложений, образцов различных документов. Это книги поступления, инвентарные книги, книг специального учета для драгоценных металлов, образец экспертного заключения. Единых правилов 2020 года этого нет. Там 9 приложений, мы с ними позже несколько познакомимся. И сейчас я бы хотела просто пройтись по некоторым частям более подробно о единых правилах 2020 года и отметить, что же появилось нового в этом очень важном нормативном документе. Глава 1 посвящена общим положениям. Глава 2 говорит о составе фондов, которые могут образовывать собрания музея. Естественно, это основной фонд, научно-вспомогательный фонд, фонд целевых материалов и экспериментальный фонд. Очень важно, что во второй части, в пункте 2.5, сказано, что исключение музейных предметов научно-вспомогательного фонда производится на основании приказа руководителя музея по согласованию с учредителем и решением ФСК. То есть процедура такая, сначала проводится сверка, принимается решение на ФСК, какие предметы должны и могут быть исключены из научно-вспомогательного фонда, составляется приказ и отправляется на согласование с учредителем. Это упрощает процедуру списания. Часть третья посвящена комплектованию основного и иных фондов музея. Здесь важным пунктом считается пункт 3.6. Здесь сказано, что положение состава фонд ФСК утверждается руководителем музея и согласовывается с учредителем в соответствии с составом музея. То есть до этого состав ФСК у нас утверждал приказом учредителем, а теперь приказ о подтверждении ФСК и о положении ФСК будет утверждаться директором музея, директором учреждения и будет согласовываться с учредителем. Глава четвертая нам подробно рассказывает о порядке приема музейных предметов на постоянное хранение. Ну и какой же основной комплект документов мы здесь видим? Это заявление владельца, договор, экспертное заключение, с которым мы с вами уже знакомы, об историко-культурной, художественной и научной ценности музейного предмета, акт ВХ и ФСК, если необходимо, то прилагаются фотографии предмета и появляется в пункте 4.3 новый термин. Мы уже привыкли к именованию такого документа, как АКПП, АКП приема предметов на постоянное пользование. Здесь появляется новый термин АКПХ. Ну смысл тот же. АКП приема предметов на постоянное хранение. Нет подробного объяснения и процедуры о установке на учет государственных наград. В этом как раз и есть особенность единых правил 2020 года. Нет подробного описания некоторых процедур, но есть ссылка на нормативные документы. Кстати, в пункте 4.6 о приеме наград, государственных наград и документов к ним, постоянное хранение, идет ссылка на положение о государственных наградах Российской Федерации, утвержденных указом президента, в 2010 году номер 1099, с которым мы, естественно, уже знакомы и работаем уже много лет. То есть в этом постановлении речь идет о комиссии по государственным наградам при президенте Российской Федерации. В пункте 4.7 дается срок, за который предметы должны быть зарегистрированы в непоступлении главной инвентарной книги с момента утверждения результатов экспертизы на ФСК. На это дается 30 календарных дней. Нужно обратить внимание, что не рабочих дней, а именно календарных. То есть это уже получается намного меньше. В пункте 4.12 сказано, что при регистрации больших коллекций, которые имеют один суммарный номер и имеют огромное количество дробей, здесь не допускаются двойные дроби категорически и не допускается обозначение дробных обозначений литерными буквами, то есть с использованием букв. Ну, вы к этому уже тоже привыкли, но тем не менее здесь, вот в пункте 4.12 тоже нормативно подтверждается. Глава 6 нам повествует об учете музейных предметов. Здесь подобно расписывается о двух ступенях учета музейных предметов, о которых мы тоже уже знаем и занимаемся этим. О первичном учете, то есть о регистрации в главной инвентарной книге. И вторая ступень о централизованном учете, это регистрация в госпиталу. Здесь тоже идет ссылка на закон, федеральный закон 54 ФСР 1996 года, и в частности, статья 6, часть 9, пункт 13. Очень важен пункт 6.13, в котором сказано, что отражение музейных предметов на балансе не допускается, то есть мы тоже уже знаем, что предмет, который стоит на бухгалтерском учете, имеет индивидуальный номер бухгалтерский, не может быть зарегистрирован в ГИБДД, то есть не может предмет иметь двойной номер, и бухгалтерский, и фондовый. Также в пункте 6 сказано, и об этом все мы тоже знаем, как учена, что ли допускается хранение и использование музейных предметов, не зарегистрированных в учебной документации музея. Ну, все знают, что когда приезжают комиссии, они обычно проверяют номера, предметы, вернее, на наличие на них номеров, то есть стоят предметы на учете или нет, это является одним из главных нарушений. Также в части 6 об учете музейных предметов не расписана процедура учета музейных предметов, содержащая драгоценные металлы и драгоценные камни. Здесь просто идет ссылка на постановление правительства Российской Федерации о драгоценных металловых камнях от 2000 года, номер 731. Также вещь идет и об оружии очень скромно, в пункте 6.6, в шестой части сказано, что учет оружия осуществляется в соответствии с правилами приобретения, коллекционирования, экспонирования, учета и хранения, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации в 2020 году, это номер 827. То есть отсылают нас к этому постановлению, с которым мы должны познакомиться, и на основании этих документов должны разработать эту процедуру и прописать ее во внутримузейных правилах. А что же появляется нового в отношении учета предметов оружия? Это пункт 6.7 в шестой части. Также предметы оружия подлежат регистрации в книге специального учета оружия. И, как я уже сказала, в этих правилах единых 2020 года есть только два приложения, которые касаются образца книг. Это приложение 2, образец главной инвентарной книги, это книги поступления. И приложение 3, это образец книги спецучета по регистрации оружия. То есть получается, что теперь предметы оружия должны иметь 3 ступени учета, так же, как и предметы, содержащие драгоценные металлы. А если учесть, что предмет оружия может быть из драгоценного металла, тогда получается, что оружие будет иметь 4 учетных номера. Это номер главной книги инвентарной, инвентарный номер научной инвентаризации, номер предмета, содержащий драгоценные металлы и номер в книге спецучета оружия. В фонте 6.9 определяются основные учетные документы, о которых мы тоже все знаем. Первый, это главная инвентарная книга. Второй, инвентарная книга по видам материалов и коллекции. Шифры утверждаются экспертной фондовой закупочной комиссии, шифры инвентарных книг. Третий, специальные инвентарные книги для драгоценных металлов. Четвертая, книга специального учета оружия. Пятая, книга поступления научно-вспомогательного фонда. Шестое, акты приема передачи на постоянное хранение. Седьмое, акты приема на ответственное хранение. Восьмое, акт исключения музейных предметов из учетной документации или акт списания. И реставрационный паспорт тоже относится к основным учетным документам. Научно-справочная документация. Первое, паспорт музейного предмета или карточка научного описания. Топографическую опись фондохранилища или экспозиционного зала. И картотеки. Картотеки. Рекомендуется введение картотек различных. Одной из главных считается генеральная картотека. Это учетная. Карточки расположены в порядке возрастания номеров КП. Также может быть картотека элементарная, авторская, именная, предметная. Что же появилось нового? В пункте 6.11 рекомендуют ввести обязательно картотеку сохранности. Кстати, о наличии картотеки сохранности тоже у нас частенько проверяют комиссии, которые интересуются работой в музее. И проверяют постоянно наличие картотеки сохранности. Что же должно быть в карточке обязательно? Там должна содержаться информация о физическом состоянии сохранности каждого предмета при поступлении и дальнейших изменениях в сохранности, включая реставрацию. То есть с течением времени, проходя мониторинги, сверки, естественно, если состояние предмета изменилось, нужно отражать в карточке сохранности. И важно отметить, что в пункте 6.15 появляется тоже новшество. Разрешается уже официально теперь оформлять учетные документы, кроме рукописного варианта, еще в печатном и электронном виде с последующей распечаткой. То есть если мы знаем, как оформляется рукописный том, что вначале он нумеруется, прошивается, опечатывается, заверяется директором, главным хранителем и утверждается учредителем, то здесь идет несколько обратный процесс. То есть сначала том, печатный, формируется, он распечатывается, и лишь после этого он оформляется. То есть он вышивается, опечатывается, ну и в такой же последовательности происходит оформление этого тома. Естественно, к каждому тому, обязательно завершенному, должен быть заявительный акт. Ну, вы знаете, что в заявительном акте дается количество зарегистрированных музейных предметов, количество пропущенных, дважды записанных, должно быть зарегистрированных предметов, и также подписывается заявительный акт главным хранителем и сотрудникам учета. Здесь рекомендуется вести, оформлять два экземпляра заявительного акта, то есть один должен находиться в томе, а второй должен находиться в отдельном деле, в деле учета или в секторе учета. Также в пункте 6.25 тоже обязательно рекомендуют обеспечивать регулярное страховое копирование основной учетной документации. Поэтому нужны все тома основной учетной документации, книги, главные инвентарные, НКП, необходимо сканировать, фотографировать и иметь в базе данных не один экземпляр. Часть 7 единых правил 2020 года посвящена учету предметов, принятых на временное хранение для проведения экспертизы. Здесь сказано, что необходимо ввести и одну книгу временного хранения регистрации предметов, а две. То есть в первой книге надо регистрировать предметы, которые принимаются для проведения экспертизы на представление ФСК, а вторая книга временного хранения для предметов, принятых для экспонирования. Также обязательно на номерах должны проставлять, на предметах, вернее, которые зарегистрированы в книгах временного хранения, на предметах должны поставляться номера временного хранения. После проведения экспертизы и установления историко-культурной и художественной научной ценности предмета, предмет принимается на постоянное хранение и регистрируется в главной инвентарной книге. Если же предмет не проходит экспертизу и не подходит к профилю музея, то это прописывается в протоколе КЗК и предмет возвращается собственнику по акту возврата. Очень важным моментом и спорным является проведение инвентаризации и установление номеров при регистрации. Этому посвящена глава 8 мая, порядок регистрации музейного предмета в инвентарных книгах, то есть инвентаризация. В пункте 8.3 устанавливается обязательный срок регистрации предмета в книгах второй ступени учета, это 90 календарных дней с момента приема на ответственном хранении. То есть хранитель по акту приема на ответственное хранение принимает предмет и знает, что впереди у него только 90 календарных дней, за которые он должен исследовать, изучить, описать предмет и зарегистрировать его в инвентарные книги. Мы знаем, что предметы регистрируются в различных инвентарных книгах в соответствии с шифрами, которые утверждаются по материалам, из которых изготовлен предмет. Шифры утверждают в языках музея. Какие же рекомендуются шифры? Это живопись, графика, керамика, стекло, дерево, ткань, мемизматика, скульптура, археология, наука и техника, этнография, но разрешается новая шифра, которая называется мемориальные комплексы. То есть в эту книгу инвентарную могут регистрируются предметы из мемориальных коллекций отдельно, несмотря на то, что они из разных материалов. Теперь, что касается инвентарных номеров. Долгое время шла дискуссия, например, о сабле в ножнах, давать этому предмету один инвентарный номер или два отдельных. И в пункте 8.8.1 как раз сказано, что в комплектах музейных предметов, таких как сервизы, гарнитуры, сабле в ножнах, крест с целью, часты в футляре, каждому предмету, который может использоваться отдельно и имеет самостоятельное музейное значение, присваивается отдельной номере. То есть спор здесь разрешен. Ну, а долгое время, мы знаем, тоже был такой момент, когда съемные предметы, как мы здесь видим, у супницы, у супницы есть крышка, у соусника есть крышка, у десмосленки есть крышки, то есть крышки мы регистрировали тоже под отдельным инвентарным номером. Сейчас этого не допускается. Сказано, что предметы, состоящие из нескольких съемных элементов, чайник, табакерка с крышкой, блокон с пробкой, регистрация идет под одним инвентарным номером. А вот что касается парных предметов, таких как туфли, серги, перчатки, здесь разрешаются два варианта. Первое, предметы могут регистрироваться под отдельными номерами, или же предметам могут присваиваться этому предметам различные дроби. Ну, я помню, тоже долгое время это не разрешалось, то есть считалось, что в инвентарных книгах книга второй ступильный учет, они должны быть дроби. И теперь, как мы видим, разрешаются. Причем даже в таком случае, как орден на колодке, медаль на лейте, то есть каждому элементу присваивается отдельная дробь. Также в пункте 8.8.12 рекомендуется иметь графу в книге поступлений отметка о проверках наличия, но также допускается отметка о проверках и в электронной базе данных. Глава 10.8 посвящена общим положениям по хранению музейных предметов. И здесь определяется одним из главных, это сохранение уровня температурно-влажностного режима для комплексного, в частности, хранения, что часто бывает в муниципальных музеев. В пункте 10.12 допускается температура в диапазоне 16-25 градусов, в фундохранилище в экспозиции, влажность в диапазоне 40-60%. Что касается требований к зданиям и помещениям, музея, фундохранилищ, экспозиционных залов, то здесь также в пункте 10.4 идет ссылка на несколько нормативных документов, таких как о техническом регулировании документ 2002 года, 184 ФСЗ, технический регламент о требованиях пожарной безопасности 2008 года документ 123 ФСЗ, правила противопожарного режима в Российской Федерации, документ как раз 2020 года, номер 1479. Многих глав посвящены как раз обеспечению микроклимата для сохранения музейных предметов, в частности, глава 11 рассказывает о необходимости обращать внимание на такие параметры, как температура воздуха, влажность воздуха, загрязнение воздуха и уровень освещения. И в приложении 4.5, что очень ценно, как раз даются рекомендации соблюдения параметров влажности, температуры для различных видов предметов. Глава 12 посвящена требованиям с климатическими витринами с активной и пассивной стабилизацией микроклимата. То есть здесь речь идет об оборудовании, какие они должны быть витрины в экспозиции для того, чтобы сохранить как можно дольше музейные предметы. Глава 13 посвящена мероприятиям по защите помещений музейных фондов и музейных предметов от биологических повреждений. И очень важна глава 14, которая говорит о необходимости необходимой организации ключевого хозяйства музея. Вообще организация хранения в музеях в единых правилах 2020 года посвящено целых 18 глав с 15 по 33 главу. Здесь речь идет о правилах расстановки оборудования и способах хранения закрытым, открытым, комплексным. Также как должно быть организовано хранение для различных видов материалов, типов предметов, таких как шивы, письма, бумага, то есть дается подробное описание рекомендаций по хранению этих коллекций. Ткани, кожа, кость, дерево, металл, механизмы, керамика, стекло, фотографические материалы. А новое, то чтобы появилось такой фонд материалов, как цифровые музейные предметы. Этому посвящена 33 глава, и здесь речь идет, как надо организовать архив цифровых музейных предметов, который называется репозиторий. Поэтому в приложении 9 как раз есть рекомендации по функционалу цифрового репозитория. Также из новшеств, например, в главе 15 разрешено не только открытое хранение музейных предметов, но и разрешается проведение экскурсий и мероприятий в открытых фондах. Ну, естественно, если раньше в открытые фонды и вообще в фонды музея допуск был запрещен, то сейчас, как мы видим, что в главе 15 как раз расписано, как организовать мероприятия и посетителей в открытых фондах, как правильно организовать весь этот процесс. Очень важная глава 34 – порядок использования музейных предметов. Мы знаем такие виды, направления использования музейных предметов, как экспонирование, постоянная экспозиция, выставки, открытое хранение, выставки на территории Российской Федерации, внутри региона, за пределами Российской Федерации и также представление предметов для исследователей. Здесь в фонде 34-3 важный момент, что право первой публикации музейных предметов принадлежит музею, за которым закреплены музейные предметы. То есть мы знали, что в 54 ФЗ есть статья 36 о праве первой публикации, но сейчас это как раз есть и в единых правилах 2020 года. Глава 38 посвящена передаче музейных предметов во временное пользование в пределах Российской Федерации. Для всех это, конечно, такой сложный момент, как правильно оформить документы для выдачи предметов, для организации выставок вне музея. Здесь как раз описывается весь этот процесс. В фонде 38-1 сказано, что подача заявки для получения разрешения Министерства культуры Российской Федерации на выдаче музейных предметов во временное пользование другим музеям и организациям осуществляется в электронном виде федеральной государственной информационной системе госкаталога Музейного фонда Российской Федерации в разделе «Реестр сделок». Ну, это отдельная тема, конечно, выдача предметов во временное пользование в пределах Российской Федерации, и, наверное, мы потом как-то уже поговорим о ней более подробно. Очень важная информация мы видим в главе 41-е «Обосвечение физической сохранности музейных предметов в музейных коллекциях». Здесь речь идет о реставрации, об организации реставрации музейных предметов и музейных коллекций. И, в частности, в пункте 41-2 сказано, что право на проведение реставрационных работ разрешается только лицам, аттестованным Министерством культуры Российской Федерации. И ссылка идет на статью 5 Федерального закона 54 ФСФ 1996 года. Также здесь очень подробно описано в главе 42-43, как же обеспечить сохранность музейных предметов при экспонировании, какие должны быть витрины, главные правила экспонирования музейных предметов, наложение замков, плотно, как раз витрины экспозиционные. И в пункте 42-4 расписано, как экспонировать предметы музея, содержащие драгоценные металлы и коллекцию оружия. Ну, естественно, здесь сказано, что эти витрины должны быть служены охранной сигнализацией. Главы 44-51 тоже, как мы видим, очень много достаточно посвящены условиям обеспечения сохранности музейных предметов при упаковке и транспортировке. Это очень важная информация. Здесь все очень подробно описано, как упаковывать, как транспортировать предметы во время передачи, во время хранения для организации выставок вне музея. И глава 53-я посвящена маркировке музейных предметов. Тоже подробно очень описано, как маркировать различные виды предметов из разных материалов. Важный пункт 53-2 опять напоминает нам, что хранение и экспонирование музейных предметов без учета номеров не допускается. Глава 54-я нам повескует о проверке наличия и состоянии сохранности музейных предметов, то есть о мониторинге. Мы все знаем, что необходимо составлять план график на 5 лет. И здесь даются такие правила, что фонд до 30 тысяч единиц хранения проверяется 1 раз в 3 года, а 30 до 300 тысяч 1 раз в 5 лет. Ну и там еще есть более коррекции, но это для нас как раз эти цифры более приемлемы. В пункте 54-5 сказано, что отметки о прохождении предметов проверки наличия обязательно должны быть и они определяются внутримузейными правилами. То есть здесь должно быть определено во внутримузейных правилах каждого музея, как будут делаться отметки или в книгах поступлений, каким образом, или же в электронной базе, или в коллекционных описях каждого хранителя. И здесь опять напоминается, идет напоминание о необходимости ведения картотеки сохранности музейных предметов, о котором мы с вами уже говорили. Я вас познакомила с какими-то новыми моментами, которые появились в единых правилах 2020 года, в единых правилах по организации конфликтования, учета, хранения, использовании музейных предметов и музейных коллекциях в музеях Российской Федерации. Ну и сейчас наша задача, конечно, всех сотрудников музеев, это очень подробно изучить этот нормативный, очень важный документ, жизненно важный для нашей работы документ. И также нам предстоит огромная работа по созданию в каждом музее внутримузейных правил, то есть где будет прописана вся организация нашей работы по всем направлениям, по учетной, хранительской, экспозиционной деятельности каждого музея. Ну и я вам, конечно, желаю огромного успеха.